То действие, которое приведет впоследствии к тому, что у нас есть наше южное рубежо, у нас есть флот, был создан когда в империи, а там свои победы, от этого следовало. От этого у нас появился Крым, например. Тогда именно, после течения исторических событий, получилось так, что благодаря тем кораблям, которые были собраны у нас в Воронеже, уникальные на тот момент, которых в мире не было таких, чтобы пройти фарвард Родона, где перепад глубин различный, есть места довольно-таки мелкие, и еще от сезонности это все зависит. Для того, чтобы пройти этот фарвард Родон, были созданы уникальные корабли, которые имели полную оснастку, были загружены, но при этом у них 3 фута максимальная была погрузка. Ну, историки склоняются к тому, что там 3 метра, но на самом деле, читая документы, видно, что разговор идет о 3 футах. И то, что 3 фута, это тот максимум должен был технически создан, на которую глубина осадки должна была быть корабля, который сам по себе на себе несет порядка 150 человек, да, самым большим он выдержит, и еще оснащенный пушками и всеми делами. То есть это уникальная мысль талантливого крестьянина Афанасия, изначально высшившего из крестьян, технолога Афанасия, который увидел этого, я говорю про следующие, там, два у нас основных есть экспедиционных момента, это в Воронежской верфи периода Петра Первого и в Воронежской верфи корабельной, история флота периода Донской экспедиции при управлении Екатерины Второй. Это два уникальных события исторических, которые сами нам показывают последовательность всех наших шагов и в отражении этого существа. Мы хотим показать реально то, что есть и что надо знать, как нам кажется, потому что без понимания и самоидентификации того, что гениальность наших предков привела к тому, что мы имеем такую великую большую страну, если мы это забудем, это нам не позволит на ошибку, мы не можем так действовать, у нас тогда в будущем ничего нет. Если мы будем это помнить, привлекать к этому внимание, как только появляется прецедент и внимание концентрируется на какой-то точке, обязательно появляется еще дополнительное действие, рядом загораются какие-то еще исты, они становятся пламенем еще более ярких. Так вот, например, у нас получилось с Олегом Крестовым, с Исланом, получилось просто какое-то естественное волшебство. Мы своим ходом рассуждали о нашей экспедиции, о том, как войти из Воронежа в Санкт-Петербург, привести этот проект, пройти полностью технически весь маршрут, осознать, что это такое, чтобы команда сработала целиком, чтобы отработать все механизмы и в конечном итоге представить этот проект как уже готовый экспедиционный путь для трассы Пацифика-Атлантика, о которой речь пойдет чуть попозже отдельно. Но эти все действия родили то, что в итоге мы познакомились на вечере городских инициатив, на тречи городских инициатив, где оказалось, что от абсолютно в это время ребята вместе с Татьяной, Олегом и Светланой создают отдельный проект воссоздание самосознания Воронежа через Андреевский флаг, который тоже, получается, идет абсолютно параллельно с нашими мыслями. Но только это две группы людей, которые думают об одном, и потом естественным образом получилось, что у нас судьба свела. Как это произошло, я не знаю, какая это химия, откуда это происходит, но это произошло. Вследствие этого получилось течение обстоятельства таким, что я поехал презентовать наш проект на Селитет, и опять же, в распланированной уже акции и операции, получилось подписать этот флаг и обозначить этот проект перед президентом России, соответственно. То есть время действия получилось от нашего знакомства до одобрения президента и ознакомления его с этой идеей две недели, 14 дней. Как это получается, я не знаю, если честно. Пока я вам как раз и пытаюсь разобраться в этом благодаря этой экспедиции.